Центральную котельную наконец-таки запустили в Саране. Много лет этого ждали местные жители. Сейчас уже ведут проверку работы автоматики, химводоочистки и других узлов теплоисточника. Центральным теплоснабжением в этом году должны быть обеспечены порядка 80% строений города-спутника. Подробности в репортаже. Как проходил первый розжиг котла на новой котельной в Саране, Акимобласти приехал посмотреть лично. Этот теплоисточник строили достаточно долго, однако теперь используют здесь энергоэффективные технологии. Это низкотемпературный кипящий слой, который позволяет экономить топливо и использовать любой сорт угля, объясняют специалисты. Идет запуск первого котла. Мы хотим его проверить перед отопительным сезоном. Комплекс пусконаладщины работает, чтобы срезать, чтобы рисков при отопительном сезоне и таких рисков не было. Мы сейчас закупаемся огнем, каменным углем. Вот такие вот очистка у нас. Все приобретено. Таких котельных по всему Казахстану всего две и обе в Карагандинской области, в Шахане и Саране. Главе региона рассказали о принципах работы и возможных рисках при прохождении отопительного сезона. Здесь имеется четыре котла, но пока достаточно работы двух, чтобы обогреть подключенные многоэтажки. В общем, как работает новый теплоисточник, начали проверять задолго до начала отопительного сезона. В настоящее время проект готов. Будет в этом году отапливать 255 объектов по городу Саране. Это нам позволит отойти от локальных теплоисточников. Вместе с тем все локальные теплоисточники будут готовы и держаться у нас в резерве. В настоящее время также проводится по ним вся подготовка необходимая. Штат персонала полностью набран. К отопительному сезону мы готовы. В этом году к централизованному отоплению подключат 255 жилых домов и объектов соцкульбыта. Тепло в два микрорайона Саране, где установлено печное отопление, будет подаваться от локальных котельных. К примеру, к центральному теплоснабжению микрорайон Горняк будут подключать в следующем году. Там еще нет централизованных инженерных сетей, объясняют власти. Поэтому на готове и привычные мелкие котельные, которые использовались в прошлые годы. Все магистральные сети прошли технический осмотр. Полные проблемные свои участки мы все знаем. По большей из них части по 70% полностью работы завершены. В настоящее время локальные вопросы по каждому участку решаются так же. Штат новой котельной уже набран. Работать будут в четыре смены жителей Сарани, Дубовки и Шахтинска. Кстати, на территории котельной построен полигон для отходов. Также здесь установлены современные газоходы, где будут оседать вредные вещества. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев. 5 канал.